Привет, друзья! Решил в очередном ролике поделиться мыслями по поводу необходимости ретуши для фото и в целом о перфекционизме. В российской фотографии многие привыкли к тому, что портретный снимок должен быть вылизан и идеален. Например, один из российских конкурсов, если рассматривать его как своеобразный показатель вкусов фотосообществия, лишь это подтверждает. Большинство женских портретов всегда настолько идеально отретушированы, насколько это возможно. Идеальная кожа, невероятной красоты радужка глаз, которая в реальной жизни просто не бывает такой, предельно безупречные светотени. Подавляющее число финалистов портретного жанра это всегда картинки гиперреалистичного качества. Но когда мы открываем большие мировые журналы и съемки известных американских или европейских фотографов, то видим абсолютно иную картинку. Довольно реалистичные, где-то неправильные работы. Интересно, не правда ли? Чуть позже мы посмотрим на некоторые из них. Так в чем же дело? Учитывая, что на этом канале я рассказываю о редактировании фотографий, конечно же в комментариях всегда появляются реплики о том, что я как автор недостаточно хорошо проработал над тоном, оставил растрепанными волосы, не по канону сделал частотку или не разгладил ткань. Так сложилось, что в России фотография пользуется огромной популярностью. Наверное, это одно из самых массовых хобби в нашей стране. И конкуренция в таких условиях возникает по умолчанию. Ведь ты как мастер всегда стремишься выделиться среди других фотографов. Когда твоя портретная фотография не сильно отличается от снимков коллеги, то единственным преимуществом остается желание как можно лучше поработать над снимком после съемки и выделиться именно качеством изображения. Кстати, это прекрасно понимали фотографы еще в прошлом десятилетии, сделав себе имя именно на обработке фотографий, а не на самой фотографии. Когда в 2015 году я начинал заниматься портретной фотографией, конечно же посещал мастер-классы известных на тот момент фотографов-портретистов и был в шоке от того, что 3-4 часа люди показывали обработку портрета, создавая миллионы корректирующих слоев. Естественно, это невозможно было запомнить. И лично у меня создавалась иллюзия, что без изучения этих премудростей мне никогда не получить классный портрет. И к большому сожалению, именно эта мысль, которая насаждалась фотографами, привела к тому, что фотошоп стал восприниматься как чудо-пилюля, способная исправить любой снимок. Даже если он такой. Вроде добавил тонировку, сделал ретушь и частотное разложение, и фото как бы стало смотреться лучше, думает человек. Только лучше она на самом деле не стала, потому что снимок изначально был довольно стандартным. Однако я не хочу сказать, что фотошоп это бестолковая штука, она все-таки неплохо позволяет исправить недостатки или удалить лишнее в кадре. Но фотошоп способен сделать лучше только хорошо отснятый кадр. И опять же, появляется логичный вопрос, до какой степени шлифовать снимки. Профессиональные ретушеры, которые редактируют крупные планы для коммерческих проектов, могут тратить на свою работу часы, доводя до совершенства каждую пору кожи. Наверное, в этом случае оправдана сложная глубокая ретушь. Нам нужен один снимок, и он будет использоваться для рекламы или специализированных нужд. То есть, все временные затраты на его создание оправданы. Но что, если с такой тщательностью будут делать традиционные 15 снимков со стандартной фотосессии? Сколько уйдет на обработку времени? Неделя, две недели? Работы с утра до вечера? Сколько будет равна стоимость такой работы? Я думаю, что очень много и, как правило, люди не готовы платить такие суммы. Как мне кажется, в фотографии и обработке важен баланс. Например, если снять фотографию сразу хорошо, внимательно подумать над цветом, образом, одеждой, ее цветом, понимать, что ты хочешь в итоге сделать, то и ретушь ограничится какими-то базовыми операциями. Например, на этой фотографии тон руки отличается от цвет кожи. И, конечно же, это нужно поправить. Ведь, к тому же, это и делается за 10 секунд. Или есть какое-нибудь высыпание на коже, его тоже несложно поправить за несколько минут. Однако, если снимать бездумно и не контролировать предметы или объекты в кадре, забить на сочетание цвета, то не останется ничего иного, как часами исправлять все лишнее. Прикрашивать цвет и стараться удалить какой-нибудь автомобиль на заднем плане или ветку из головы. В общем, вы поняли. Но крайности вроде выравнивания ткани или удаления всех растрепанных волосков мне кажется супер странной штукой. В жизни волосы никогда не лежат идеально ровно. А ткань никогда не бывает выглаженной 24 часа в сутки. Радужка нашего глаза никогда не отражает свет ровно и по всему контру. Потратив часы на воссоздание этой мнимой идеальности, фотографии в итоге лучше не станет. Ведь зрительское внимание фокусируется на общем, а не на частности. К тому же жизнь типичного снимка сегодня составляет несколько секунд, если не миллисекунд. Его открыли, посмотрели, закрыли, не всматриваясь минутами. Если это конечно не музейная экспозиция или фотокнига. Так что лично для себя я принял мысль и балансе стараться снимать так, чтобы работа заняла как можно меньше времени, а при редактировании исправлять какие-то вещи, которые я не смог бы контролировать на стадии съемки. Если все же отойти от теорий и подойти к практике, давайте посмотрим как снимают на западе. Не просто обычные люди, которые выкладывают снимки на фейсбуке, а профессионалы для больших журналов с крупным продакшеном и бюджетами. Буду показывать все фотосессии, которые были опубликованы в одной из групп о кино ВКонтакте, и судить с точки зрения обычного человека и с точки зрения ярого перфекциониста, повернутого на вылизанной фотографии. Фотосессия для актеров V Magazine. Мнение как обычного человека. Интересное сочетание одежды и фона, нестандартные позировки, отличная работа с цветом и внешним видом. Цепляет? Определенно цепляет. Что скажет наш внутренний перфекционист? Кто снимает портреты на широкоугольный объектив? Что за странная позировка? Почему оттенок кисти отличается от цвета предплечий? Почему фон не замазали? И что это за монтаж на уровне Microsoft Paint? Diane Kruger для Who, What, Where? Классная работа с образами. Очень интересные нетипичные позировки. Классная цветокоррекция, которая сводит все снимки в единую серию. Разные по настроению кадры. Включаем перфекциониста. Слишком смело для женщин такого возраста. Странный цвет и отсутствие контраста. Почему фокус у этой фотографии упал назад? Почему нет ретуши и не удалены морщины? Ariana De Boss для New York Post. Разноплановые кадры, у каждого свое настроение. Классный цветокорр, подчеркивающий теплую приятную атмосферу. Однако перфекционист возмущает странное кадрирование. Слишком много пустого места. А здесь вот наоборот слишком мало. А вот здесь и вовсе горизонт завален. Как же так? Ай-яй-яй. Julia Garner для Harper's Bazaar. Потрясающая стилизация под 60-е. Освещение масштаба и воздуха. Классное сочетание крупных и общих планов. Слово перфекционисту. Мятая ткань могли бы разглазить. Сомнительная ретушь. Где текстура кожи? Странное кадрирование не по тритьям. В кадре не только фон, но еще и стойки. Надо было вырезать иначе. Сразу видно, фотограф-любитель. Я думаю, вы поняли. Большая западная фотография уже давно забыла про навязанные правила и отказалась от перфекционизма в сторону интересных идей и реализаций. Но, к сожалению, перфекционизм продолжают активно страдать в странах СНГ. Бездумно ли сняты серии, которые я показал? Конечно нет. Здесь серьезно думали над одеждой, цветом, локацией, что создало 90 процентов настроения любой съемки. Снимали ли вы или я что-то подобное? Вряд ли. Если у вас возникла мысль, эти западные фотографы пробились наверх и теперь могут позволить себе все, что захотят. Сейчас поставьте на паузу это видео и подумайте, откуда у вас взялась такая мысль. Может быть, вы тоже в свое время услышали от какого-то российского фотографа о том, что фотографию можно продвинуть только обработкой. Если вы найдете ранее работы фотографов, то убедитесь, что они и до этого не вылизывали снимки. Иллюзия о том, что только идеальная фотография может продвинуть тебя в фото мире, так и продолжает жить с 2015 года, но правдивой по сути не является. Современная фотография уже давно не живет по канонам классической живописи с идеальным кадрированием, правилом третей, ровным горизонтом и идеальной вылизанной кожей. Но, к сожалению, эти иллюзии продолжают существовать. Их часто навязывают те, кто не хочет расширять свой взгляд дальше двух-трех знакомых фамилий от мира фото. Вот такими мыслями мне с вами хотелось поделиться. Если вам тоже есть что сказать по этому поводу, высказывайтесь в комментариях, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оказывать всиаческую поддержку каналу. Прощаюсь, желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео.